Когда мне непосредственно рассказали о теме сегодняшнего мероприятия, возникло достаточно большое количество вопросов, потому что как вместить историю интернета как таковую в одно занятие, к тому же даже не два академических часа. Ведь по сути своей, что такое история интернета, если задуматься? Для каждого представителя, каждой, скажем так, профессии, разной сферы деятельности это своя история. То есть для инженеров-связистов это история сетей, какой-то модернизации, эволюции, генезиса. Для тех, кто занимается программным обеспечением, непосредственно разработкой языков, программированием, разметок, это своя история, это свой персоналий, это свои важные события. Для специалистов гуманитарной сферы, допустим, для культурологии. Что такое культура? Культура это по сути своей природа в природе, воспроизведенная человеком. А интернет в данном случае, как таковой в глобальном понимании этого слова, это по сути своей еще такое фрактальное измерение, еще одна природа внутри природы природы. Для правоведов это, естественно, новое правовое поле, которое должно как-то регулироваться. И поэтому, что вместить в это занятие? Хороший вопрос. Я постараюсь привести в данном случае такой скомпонованный системный подход. Более того, на слайдах будут материалы из найденной мной одной хронологии. Я буду придерживаться материалов, которые мы обычно даем студентам Университета телекоммуникации в рамках предметов «История связи» и «История науки и техники», которые у нас преподаются для специалистов и технического профиля, и гуманитарного, и экономического. Это такая вот движечка нашего университета. Ну, не смущайтесь, что на титульном слайде известный вам деятель не совсем, скажем так, связанный напрямую с интернетом, но мне очень понравилась фотография в данном случае. Вот. Итак, начать, наверное, стоит с того, какая хронология как таковая у нас рассматривается при изучении истории развития интернета. Так, я попробую. Да, вот на весь экран получилось. Итак, в интернете, об интернете удалось найти вот такой вот интересный подход, такой слайд, где непосредственно делится период существования интернета на три этапа. Древний мир, средневековье интернета и новое новейшее время. Проводится аналогия с изучением истории человечества как такового. Конечно же, хотелось бы в первую очередь обозначить, что же было в начале, что было первым, с чего все началось, если мы рассматриваем интернет и как развитие сети глобальной, и как программных средств, методов, да, каких-то концепций. К протосетям обычно относят известную вам, да, здесь в данном случае в конце, но обычно первые упоминают ARPU, NPL и RENT. Также сеть, которая по сути своей имела шансы вполне себе стать и более успешной, чем ARPU, но история сложилась иначе. Когда же берет свое начало по сути своей формирование вот этих протосетей, с чего все началось? Ну, как я понимаю, вы уже данный вопрос рассматривали, и это не станет для вас каким-то откровением. Дело все в том, что, как и многие высокотехнологичные изобретения, концепции, интернет, сетевая концепция вот в области связи берет свое начало из области не просто научно-технической, но и научно-технической военной, скажем так. Идея создания глобальной компьютерной сети возникла в недрах еще военного ведомства США с целью сохранения контроля над разбросанными по стране базами в случае, если вдруг разразится ядерная война, которую на период 50-60-х очень сильно боялись, да, например, в период того же самого Карибского кризиса. В данном случае, в приводимой мной на слайдах хронологии, точкой отчета ставится 1957 год. Вопрос вокруг этого конкретно года, конечно же, дискуссионен, да, здесь это все привязывается к запуску первого искусственного спутника Земли, новому технологическому скачку и новому витку как раз-таки напряжения в области как раз военно-политической, что как раз и дало необходимый толчок для развития технологий сетевых. По сути, свои сетевые технологии, они известны очень давно, и в данном случае концепция-то ничего нового нам не дала. Просто, я бы так сказал, в ходе изучения истории науки и техники зачастую наталкиваешься на мысль, что любая технология, она практически предсказана задолго до своего появления, просто она ждет своего часа, своей совокупности инструментов, методов, технических каких-то инноваций, совокупность которых, да, в каком-то, может быть, синергетическом эффекте даст искомый результат. То же самое, по сути своей, было и с интернетом. В связи с развитием политической напряженности в 1962 году Управление перспективных исследований, которое и получило, соответственно, свое название, аббревиатуру ARPA, находившееся в США, начало новую исследовательскую программу в области компьютерных технологий. Работу возглавил профессор Массачусетского технологического университета Джон Ликлейдер, который был уже известен как автор статьи «Галактическая сеть», в которой высказал возможность создания глобальной компьютерной сети. Вот это, по сути, своей точка отсчета про интернета в научной среде. Вот именно эта статья. Я думаю, что ее можно найти в, опять-таки, открытых ресурсах. Так что, если вы хотите ознакомиться с тем, с чего как раз начиналась идея интернета в научной сфере, я думаю, что будет интересно ознакомиться с статьей «Галактическая сеть». Параллельно с этим, в том же самом 1962 году сотрудник агентства RENT, RENT Corporation, если говорить полностью, Поль Берн, предложил, опять-таки, для военного ведомства ВВС США систему связи, но не централизованной формы, а как раз-таки от децентрализованной и как раз с распространенной архитектурой, одновременно Берн предложил технологию пакетной коммутации, которая в последующем найдет свое развитие и станет как раз-таки основополагающей в передаче данных по глобальной сети. Эту идею также разработал, ну, параллельно с ним, начинающий учебный Леонард Клейнрок, который как раз защитил диссертацию во все том же Массачусетском технологическом институте, а в загоде до этого, да, еще в 1961 году, как раз-таки Клейнрок опубликовал тоже интересную статью «Информационный поток в больших коммуникативных системах», в которой как раз и рассмотрел вопрос о пакетной передаче информации в компьютерных сетях. С 1961 по 1965, по сути своей, Леоклайдер закончил разработку концепции своей вот этой вот галактической сети, позволившей получить доступ к компьютерной сети из любой точки пространства. Если первоначально все компьютеры замыкались на центральный пункт, теперь все они получили возможность замыкаться, если так можно сказать, каждый с каждым, да, то есть получили большую разветвленность. Поскольку сеть самих компьютеров невелика, возникла идея подключения компьютеров через телефонную сеть, как вариант, да более разветвленно. И в 1965 году была предпринята первая попытка соединить через телефонную сеть два компьютера. В Беркли, соответственно, и в Массачусетском технологическом университете. Я думаю, что эта дата вам вполне себе известна. Эксперимент оказался не на 100% удачным, но работу в этом направлении продолжили. Один тоже из подвижников данного научного направления – профессор Лоуренс Робертс. Вот. Представленный проект, создание уже, да, компьютерной сети, получившей название ARPANET, да, был одобрен в 67-м, спустя несколько лет, и как раз-таки получил одобрение единогласное со стороны ведущих участников проекта. Повторное соединение двух компьютеров в университетах Лос-Анджелеса и Стэнфорда через телефонную сеть случится только 29 октября 1969 года. Да, как раз-таки вот это, наверное, является одной из ключевых дат в истории интернета. Неспроста я на слайде выделил в заголовке «С днем рождения интернет». Вот. На этот раз связь оказалась удачной во время эксперимента. Один из компьютеров, правда, завис, но через какое-то время передача данных прошла успешно. Так было, по сути своей, заложено основание для создания компьютерной сети, получившей вот как раз-таки лучше указанное название ARPANET. Через два месяца телефонная сеть соединилась уже между четырьмя компьютерами, да, то есть увеличилась в два раза. В 1971 году ARPANET насчитывал 15 компьютерных узлов. Вот. Первая публичная демонстрация ARPANET состоялась еще спустя год в 1972 на международной конференции по компьютерной сети. В этом же году для упрощения связи между пользователями была предложена электронная почта, как новое средство как раз-таки обмена информацией. Вот. Создателем ее стал тоже известный как раз-таки в среде изучающих историю интернета, технологий, связанной с этим, Ray Tomplex. Он составил, по сути своей, первую программу, с помощью которой пользователи сети получили возможность обмениваться сообщениями текстовыми. Так. Вот как выглядела непосредственно, да, сеть ARPANET в 69-м, да, географически на карте США. И вот как уже к 82-му она будет выглядеть разветвленной. Соединять уже не несколько точек от Юты до западного побережья, но и непосредственно западная и восточная, и со всеми промежуточными штатами. В 1973 году компьютерная сеть приобрела международный характер. Эта дата в первую очередь интересна, я думаю, специалистам-международникам, специалистам в том числе по международному праву. То есть через трансатлантический как раз-таки кабель за пределы США сеть распространилась на территорию Великобритании и Норвегии. Тут еще важный такой момент, что, скажем так, изучение компьютерных технологий и в том числе и сетевой передачи данных нашло большую популярность Великобритании. И обусловлено это было вот как раз, ну, скорее даже 80-е годы, но обусловлено это было более ранним доступом как раз-таки к созданной сети и развитием данной технологии. Что в последующем еще скажется, в принципе, на, скажем так, развитии британских компьютерных технологий, британских сетевых технологий. Более того, даже отклонимся в сторону британского, системы британского права, и в том числе и международного права европейского, так как Британия на тот момент находилась еще не в составе ЕС, но в составе другого интеграционного объединения, а потом перешла в Европейский Союз, вот это скажется и на вот как раз-таки развитии нормативно-правовой базы. Первоначально пользователями Арпанета были правительственные круги, научные, да, круги, учебные заведения. В 74-м, 79-м годах к этой сети получили доступ и отдельные заинтересованные лица, хотя круг их, так скажем так, сподвижников развития интернета в массы был достаточно невелик. Далее наступают у нас 80-е. В 1984-м году количество компьютерных узлов у нас уже превысит 1000 единиц. В 1987-м их будет уже более 10 тысяч, да, спустя всего лишь 3 года. А еще спустя 2 года, в 89-м году, более 100 тысяч. Ну, забегая вперед, по подсчетам на где-то 2010-й год, этих узлов уже стало более миллиона. В связи с этим в 83-м году, да, в связи с развитием Арпанета, допуска новых граждан к использованию сети, в 83-м году военное министерство решило создать уже свою собственную, закрытую компьютерную сеть, Милнет. Тоже достаточно интересная тема для отдельного изучения. То есть из вот этого вот закрытого круга заинтересованных ведомств, военных, научных, да, отдельных, еще раз повторюсь, сподвижников, стала вырисовываться картина того, что данная технология все больше и больше будет по своей сути уходить в массы, как это было и с рядом других технологий. Вспомним те же самые телеграф, да, телефон, радио, которые первоначально имели стратегическое значение, но все больше и больше государство теряло монополию, находились новые, скажем так, идеи по использованию данных технологий для гражданской жизни. Вот приблизительно в середине 80-х уже стала вырисовываться картина того, что сеть, глобальная сеть уже должна выходить на какой-то уровень еще, наверное, не потребительский, но уже, скажем так, более широкой доступности, что, конечно же, силовые структуры не устраивало, да, поэтому пришлось создать дубль для своих исключительно целей, по сути, своей из Орфанета военные ушли в Милнет. Вот, ну, также в 84-м году Национальный научный фонд США основал свою университетскую сеть, которая будет называться, ну, если мы развернуто, как раз таки скажем, то National Science Foundation Network, вот, NSF, по сути своей, если сокращенно. Вот, эта сеть имела более высокую пропускную способность, и поэтому оказалась более востребованной в академической среде. Вот, вот, по сути своей, такую тоже интересную схему удалось найти. Это как раз схема, отражающая конец 80-х, да, университетская сеть CSNet, USNet, которые в совокупности своей переходят в NSFNet, и отдельно, да, существует сеть досок объявлений. На тот момент уже начинается развитие и данной технологии. Более того, да, видите, тут уже сеть, хотя технология доски объявлений в виртуальном пространстве, скажем так, она появилась чуть-чуть раньше, естественно. Вот, немножечко отстаем от текста, но прошу ознакомиться со слайдами данными. Естественно, я постарался включить широкий спектр дат и событий, не зацикливаясь только на технологических аспектах, но в том числе и акцентируя внимание на развитии отдельного, там, допустим, программного обеспечения, отдельных корпораций, да, вхождении в сферу отдельных личностей, да, которые в последующем повлияют на развитие интернета как такового. Вот, в 1989 году, что видно, да, дата указана у нас на слайде в самом низу, Орфанет прекратит свое существование, а не вошедшие в Милнет или NSF-нет локальные сети объединятся в компьютерную систему, получившую название интернет. То есть то, что по сути своей у нас является предтечей уже более близким, нашего современного интернета и со временем, да, получившим, как таковой, глобальный уже характер и открытость. Вот. Программист из Англии Тим Бернс Ли, сотрудник Европейской лаборатории, ну, сокращенно ЦЕРН, да, Европейская лаборатория физики элементарных частиц, которая находится в Швейцарии, и он в 89-м году предложил идею создания World Wide Web, ВВВ нам известного, известной концепции, и в декабре 90-го года его проект получил практическое применение в ЦЕРН. И летом следующего года, уже 91-го, появился интернет как таковой. Развитие цифровой революции приведет к тому, что в 1991-м году появились как таковые веб-технологии, которые открыли возможность передавать с помощью интернета не только текстовую, но и графическую информацию, видеоинформацию, да, звуковую информацию. Но, в принципе, о концепции Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0 мы с вами в конце переговорим еще. Я решил это оставить на конец нашего непосредственного общения. Ускорение темпов распространения как раз World Wide Web стало приобретать после этого, после этих событий глобальный характер, особенно в 94-м году, когда появились персональные компьютеры с операционными системами Windows и Macintosh, которые были более пользовательски ориентированы, позволяли освоить компьютерную технику, не имея какого-то серьезного образования, подготовки в сфере, допустим, программирования. И когда как раз-таки компьютеры пошли в массы, персональные компьютеры пошли в массы, пошли в каждый дом, по сути, своей. Да, вот как раз маленькая отсылочка к тому же самому Тиму Бернер-Сули, где у нас показывается веха, основная веха появления в ВВВ, концепции и непосредственно внедрения ее, и приватизации НСФ. Вот. Далее, что хочется отметить, что в мире на 96-й год будет насчитываться, как видно из слайда, уже 12,8 миллионов хостов и 500 тысяч сайтов. Вот. Начинается как раз-таки соревнование между различными браузерами, различными средствами освоения, скажем так, интернета. Мне всегда нравился в этом плане браузер интернет-эксплорера. Не в своей технической характеристике, а в названии. Я застал, скажем так, уже интернет-версии как раз веб, скорее 2.0 его самый рассвет, но тем не менее, вот понятие эксплорер, исследователь, оно для меня всегда отражало вот ту суть, что такое браузер для интернета. Это средство освоения, исследование, подобное тому, как какие-нибудь там конкистадоры, исследователи нового света пробирались сквозь джунгли, плавали по морям, исследовали неизвестные как раз-таки земли, территории, так и пользователь. Ну, на примере Российской Федерации до конца 90-х, начала нулевых, также посредством браузера исследовала до этого... Скажем так, неизвестные просторы виртуального пространства. Вот. К 2000 году, по данным статистики, имелось порядка, уже порядка 600 миллионов персональных компьютеров по всему миру и 330 миллионов пользователей как раз глобальной сети интернета. В 2001 году количество пользователей интернета превышало уже 500 миллионов. Да, то есть, смотрите, уже не просто в арифметической, а практически скоро уже начнется какая-то геометрическая прогрессия, рост в геометрии. Вот. И по отдельным регионам планеты распространялся интернет, к сожалению, по-разному, и при общении к данной технологии. Так, например, в Северной Америке на начало 21 века это было порядка 180-181 миллионов. Для Европы чуточку меньше, порядка 155 миллионов пользователей. Для Азиатско-Тихоокеанского региона достаточно большого и густонаселенного – 144. Для Латинской Америки, внимание, всего лишь 25 миллионов. То есть, видите, какой скачок. Вроде бы территории достаточно большие и не менее густонаселенные, но с точки зрения развития технологий, уступающие трем вышеперечисленным. Что, в принципе, имеет место и сейчас быть. Если кто-то интересуется интеграционными процессами в сфере ИКТ и в своей практике изучал различные интеграционные объединения регионального масштаба, мы не говорим сейчас про Международный союз электросвязи, мы говорим про более локальных акторов, которые являются аффилированными, скажем так, организациями или просто сотрудничающими, ассоциативными партнерами или вообще не подвязанными к союзу электросвязи. Подобного рода организации на территории Латинской Америки, Карибского бассейна, Центральной Америки, они до сих пор одной из самых важных задач для себя ставят как раз-таки распространение глобальной сети интернет в массы, получение доступа к интернету в труднодоступных регионах, горной местности, удаленных каких-то островах. Почему? Потому что они видят в этом единственный, наверное, даже способ уравнять себя с всем остальным миром в культурном плане, получить дополнительный экономический, технологический, образовательный толчок. Поэтому это является одним из приоритетов. Если продолжать эту статистику, то на территории Ближнего Востока пользователей на начало века насчитывалось всего 4,5 миллиона. В Африке даже и того меньше, чуть больше 4 миллионов. А спустя десятилетия общее количество пользователей интернета выросло до 1,99 миллиарда абонентов по всему миру. То есть прибавка колоссальнейшая. Но это связано в первую очередь и с развитием мобильного интернета в том числе. В нашей стране, естественно, но на Западе, в Соединенных Штатах, конечно, это будет достаточно серьезным отставанием. Я имею в виду, что до нас технологии мобильного интернета дойдут достаточно позже. Вот это очень хорошо заметно по различного рода фильмам, сериалам. Допустим, первой половины первой декады 21 века, когда в каком-нибудь, я не знаю, известном произведении, которое ушло в массы, например, «Секс в большом городе», видно, что главные героини имеют телефоны с подключенным интернетом, с какой-нибудь, как вариант, аськой. Какие-то страницы могут пролистывать. Но, естественно, у нас на тот момент только-только заканчиваются улицы разбитых фонарей с пейджинговой связью, как таковой. В Российской Федерации на начало 2023 года, статистика свежая, насчитывается 127,6 миллиона пользователей интернета, что по приблизительным подсчетам дает охват в 88% народонаселения, естественно, включая и пользователей интернетом через персональные компьютеры и через другие гаджеты. Статистика говорит о том, что проникновение интернета действительно носит глобальный характер по всему миру. В восьми странах мира количество пользователей интернетов приближается почти что к 100%. Ну, понятно, что надо сделать поправку на количество, скажем так, малолетних детей, которые не являются пользователями людей в возрасте, которым этот интернет, так сказать, не нужен, они и так прекрасно себя чувствуют. Но все остальные категории граждан, они практически полностью владеют базовыми навыками как раз использования глобальной сети интернет. Среди лидеров подобного рода можно выделить Исландию, Норвегию, Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Великобританию уже преснословно упомянутую, Данию, Швейцарию и Республику Корея. В целом, интернет, по сути, своими интернет-пользователями на данный момент являются порядка 2 третий всего населения планеты. И эта цифра все равно будет неуклонно расти. Вот. Какой здесь можно будет сделать вывод? Да, здесь параллельная статистика тоже дана до 10, данные до 10 года. Вывод следующий. Изобретение электронно-вычислительной машины, а затем до компьютера. Создание на базе НИКС глобальной сети интернет-соединения, это глобальная сеть у компьютеров и других последующих устройств, привело к революции, компьютерной революции. В результате информация стала главным продуктом производства и потребления, и общество перешло в информационную эпоху, в информационный этап развития. Ну и то, что хотелось упомянуть непосредственно по концепциям World Wide Web, которые тоже по-своему интересны для изучения и в культурологическом, и в техническом плане, потому что каждая из них представляет нам свою парадигму существования интернета таким, каким мы его знаем на момент, условно говоря, 90-х, нулевых и, естественно, второй декады 21 века. На слайде вы можете видеть схематические изображения, основные черты, характеризующие, ключевые основные только, характеризующие концепцию Web 1.0. Я, еще раз повторюсь, застал скорее развитие как раз Web 2.0, а не Web 1.0, потому что интернет до меня дошел чуточку позже, чем для жителей крупных городов. Но среди моих знакомых есть мои же ровесники, кто как раз видели еще вот тот старый интернет, как некоторые говорят, тот, что существовал до версии 2.0. Соответственно, в чем отличительные черты между первой и второй версиями? Разбирая данные материалы, пропускающие себя, анализируя, я почему-то вспомнил фильмы «Матрица», где были «Матрица» первая версия, «Матрица» вторая версия, «Матрица» третья версия, и что-то в них было по-разному, что-то модернизировалось, что-то улучшалось. Вот так же улучшался, модернизировался интернет, который становился все более сложнее, все более свободнее, более того, в нем появлялись все новые и новые акторы участия во взаимодействии в глобальной сети, и все больше и больше интернет проникал во все аспекты нашей жизни. По сути своей сейчас на интернете мы завязаны целиком и полностью. Это различные методы формы доставки, совершения покупок. Вот, кстати, на эту тему я хотел немножечко отклониться. Чтобы вы понимали, в Соединенном Королевстве нормативно-правовые акты, регулирующие коммерцию вне помещений для торговли, так называемую дистанционную торговлю, включающую в себя электронную коммерцию, уже тогда появившуюся нормативно-правовые акты, регуляторы, появились уже в 2000-м, в 2001-м годах. Причем они достаточно детально рассматривали данные вопросы, и это было как раз таки, скажем так, имплементации, внедрение, можно сказать, что, скажем так, изобретение нормативно-правовой базы европейской для данной отрасли вот как раз таки на пике развития европейского пользовательского интернета. Вот, то есть представляете, как мы когда-то отставали от них. Сейчас, конечно же, это отставание очень сильно сокращено. Я даже бы сказал, что мы практически идем ноздря в ноздрю, хоть и на нас как раз таки накладываются определенные ограничения в виде санкций, да и политической нынешней повестки. Но развитие нашего интернета все равно не представляет вот такого серьезного разрыва с интернетом глобальным остальным, как это было как раз таки в начале 21 века. Концепция 3.0, которая представляет модель более хаотичную, более децентрализованную, появляются еще более необычные акторы взаимодействия в виде искусственного интеллекта так популярного в последнее время. Ну и возникает вопрос, конечно же, а что будет дальше? Вот удалось тоже найти такую интересную диаграмму, которая показывает как раз развитие концепции и сопутствующие им технологии, идеи, программные какие-то средства. Что же будет дальше? Тут вариантов опять-таки великое множество. Многие из них обсуждались, идеи эти были заложены еще в классической американской фантастике годов так 60-х, 70-х. Кто-то делает ставки на квантовые сети, кто-то делает ставки на нейронные сети и, соответственно, взаимодействие в рамках них квантовых компьютеров и нейронных компьютеров. Но это все ассоциируется, да, здесь на диаграмме написано 20-е и 30-е годы, но в большинстве своем сходятся исследователи данной проблематики в том, что версия 4.0 скорее будет привязана хронологически к 30-м-40-м годам, в том числе и в контексте развития тех же самых нейронных, может быть, сетей и технологий. Ну, собственно говоря, поживем-увидим. С другой стороны, современный мир, мир быстрых изменений, концепция ВУКа мира вполне себе сулит нам и ускорение технологического прогресса. Так что, может быть, веб 4.0 уже не за горами и, может быть, он наступит буквально через год-другой. Кто знает. На этом, в принципе, я свою небольшую вводную лекцию хотел бы закончить. И у меня к вам есть один, на мой взгляд, интересный вопрос, друзья мои. Среди слайдов презентации был один как раз-таки, одна сноска, один пункт, который непосредственно описывал появление технологии Wi-Fi, то есть беспроводной передачи данных. Мы знаем, что есть разные вариации беспроводной передачи данных. Это и инфракрасные порты, и блютусы, которые я тоже застал, и которые неоправданно поздно пришли в Российскую Федерацию и в последующем были уже, скажем так, задавлены более перспективной технологией Wi-Fi. А вот скажите, в изучении, в принципе, распространения данных в глобальных масштабах, вы встречали еще какие-нибудь способы беспроводной передачи информации из компьютера на компьютер. С ностальгией вспоминаю инфракрасный порт и передачу каких-нибудь там картинок, небольших мелодий. Это было, да, вот как раз-таки у нас Марина в чате тоже отмечает, что помнит инфракрасный порт и блютус пишет. У нас тоже рад ребят. Вот, у нас есть поднятые ручки. Может быть, Никита Соловьев? Давайте, да. Да, я помню, читал о такой технологии, по-моему, в Японии она разрабатывалась. Аналог типа Wi-Fi только через свет, через световые волны, то есть там, где именно есть источник света, условно говоря, он изделяется также и приемником, и передатчиком. И, соответственно, там замеряли, мол, даже быстрее, чем Wi-Fi, чем Wi-Fi 6, передача данных. Ну, я не знаю, относится вот к данной теме. Да, в принципе, это отличный пример. Единственное, что видите, принципы, точнее, назначение у всех этих технологий одно. Из точки А в точку Б передать информацию. Дальше начинаются нюансы. Нюансы, связанные с информационной безопасностью, с проводимостью, проходной способностью, количественной, да, и привязкой, например, к метеоусловиям каким-то погодным. В данном случае указанные вами технологии, да, связанные со светом. И вообще, в принципе, если кто-то из присутствующих знаком с технологиями, завязанными как раз на передаче через фотоны, да, то есть оптикой, у нас есть отдельно в университете кафедра фотоники, прекраснейшая, вот. Они знают, что идея передачи информации светом, она через тонкий луч, она берет свое начало, если не ошибаюсь, даже не в 19-м, а в 18-м веке. То есть тоже идея ждала своей реализации в будущем, когда появятся сверхмощные источники света, которые смогут передать информацию на дальние расстояния. Но все равно тут есть одна загвоздка, да, один нюанс, что стоит этот луч перекрыть чем-то, и получатели адресат данные не получат. Но пример очень интересный. Есть еще какие-то варианты? Да, у нас есть Артем, который поднял руку. Давайте попередчик. Да, здравствуйте. Вот, да, как раз таки, проект LifeWise. Система у меня вот на старой квартире была такая вот приблуда, получается, она передавала луч, лампочка такая большая, и между модемом моим, ну, лампочка, передавала систему по Wi-Fi. Это тоже по свету, так понимаю, передавалась она как домаправленная беспроводная инъекционная технология. Потом она, ну, передавала, получается, около 11 кг в секунду, поэтому, ну, очень было неправданно дорогая самопроизводство в своем использовании, поэтому поставили просто обычный модем, и все стало быстрее. Да, но, кстати, эта технология обладает определенными плюсами. Что-то подобное используется в современной авиации для передачи информации внутри, важной информации между приборами внутри самолетов, вот, чтобы минимизировать как раз таки электромагнитное излучение, да, которое влияло на приборы раньше, да, и было одной из проблем в ходе эксплуатации летательных средств. Вот подобные технологии там на более, естественно, короткие расстояния, промежутки используются. Вот, но тоже я не это хотел услышать. Еще варианты есть? Давайте. Так, у нас есть Михаил Владимирович. Да, в принципе, слышно, да, меня? Да, все слышно. Здесь, наверное, можно привести и спутниковую связь, потому что мы же в целом историю рассматриваем. Тоже технология передачи беспроводной связи, и также технология WiMAX, как вариант. Вот это мой ответ. Да, молодец. Я это не подразумевал, но вы абсолютно правильно сказали. Это будет считаться, безусловно. Да, любые способы передачи информации, в том числе и спутниковые, конечно же. Но еще, я хочу еще услышать. Знаете, как в мемах? Покажи мне еще один вариант. Нет, другой. Кстати, про WiMAX это хороший пример. Ну, на самом деле, сейчас даже я в своем курсе про основу построения сетей говорю про эту технологию, и что она редко сейчас используется, если используется вообще. Но я знаю хороший пример, что у нас в городе Герои Мурманске WiMAX-система, скажем так, раздает Wi-Fi на ледоколы. Да, у нас есть рука Елена. Да, добрый день. День, вообще я гуманитарий, и на самом деле, когда начинаешь изучать вот эти вот явления, что там и свет – это волна, и звук – это волна, немножко начинаешь чувствовать себя не в своей тарелке. Вот, я помню, как мне военные рассказывали, как у них работает циклоида, вот, что это вообще такое, и что, говорит, ну, короче, вот эти вот волны, на самом деле, вот все эти березки, они не смогут помочь, там легче просто будет встать на холме, крикнуть, и тебя услышат. Вот, это к вопросу о высокой технологии. Про аналоги, точнее, про альтернативы Wi-Fi и Bluetooth, какие я знаю, вот когда начала углубляться во все эти волны, очень интересно, то есть, я говорю, для меня очень много непонятно, но есть ZigBee и есть Z-Wave, не знаю, может, вы это имели в виду или не это, то есть ZigBee – это тоже протокол беспроводной связи, у него низкоэнергетические радиоволны, и определенные устройства могут связываться с друг другом, и это что-то по типу ячеек, типа вот соты, помните, вот сотовая связь, ну, у меня такое ощущение, что это одно и то же, может, я не права, но еще раз, я говорю, я гуманитарий абсолютный. А Z-Wave, ну, тоже это протокол беспроводной связи, тоже альтернатива Wi-Fi или Bluetooth, и Z-Wave – это, наверное, больше частное, то есть, если Bluetooth – это то, что всем известно, там, когда Ericsson ее выпустил, то вот, может быть, Z-Wave и ZigBee – вы имели в виду их. Спасибо. Благодарю. Слушайте, вы знаете столько технологий, представляете, даже гуманитарий может оперировать такими интересными как раз-таки терминами, технологиями. Это прекрасно. Ну, давайте не буду томить, на самом деле я как-то раз столкнулся с очень интересным сюжетом, я никогда до такого сам бы не додумался, если бы мне не рассказали бы об этом, а не научная статья и соответствующие потом видеоролики, я бы подумал, что меня пытаются обдурить. Вот. Все гораздо проще. Передача изображений и программного обеспечения посредством радиоэфира. То есть, британцы, ну, мне просто британская тематика чуточку более близкая, в 80-е годы была концепция передачи как раз-таки в массы информации через радиоэфир. То есть, в эфир подавался сигнал, который записывался на магнитную обычную кассету, кассетник с кассетой подключался к персональному компьютеру, который был уже, ну, на тот момент в Британии достаточно доступен, ну, не в массы, но тем не менее. И в последующем кассета имела функцию, по сути, своей дискеты магнитной. И вот эта пленка прокручивалась, повторяла вот этот тональный сигнал, соответственно, и тем самым код повторяла для компьютера. Естественно, вот этот приемник, на котором кассета крутилась, он являлся в данном случае дешевратором и переводил уже как раз-таки на сам персональный компьютер нули и единицы, которые в последующем трансформировались в, ну, соответственно, там, графическое изображение, какая-нибудь картинка, там, с машиной либо пейзажем. Понятно, что качество этой картинки было не самое хорошее. Вот это могла быть какая-то мелодия на, там, восьми битах. Это могла быть какая-то примитивная программка. Дошло вплоть до того, что за счет долгой, да, записи, и, к сожалению, минус этой технологии, она очень интересная, но минус был в том, что она уже отставала. Появлялись, да, технологии более опережающие по скорости передачи информации, по защищенности, и она вот оказалась как тот самый Bluetooth в России, который, ну, скажем так, не так долга была его песнь лебединая, да, как хотелось бы. Вот, пришли на смену другие технологии, но даже умудрялись передавать примитивные игры для персональных компьютеров, ну, там, формата какого-нибудь небольшого, не знаю, там, аркадного мини-симулятора, вот, через радиоэфир. Вот представьте себе, как можно это, и, по сути своей, это вот такое комбинирование двух, ну, не скажу, что разных, но несочетаемых у нас в обычной жизни, в повседневном нашем мышлении технологий. Вот, представляете, вы едете где-нибудь в автомобиле и захотелись, и вдруг в эфире включается сигнал, и у вас, допустим, я не знаю, на телефоне, к примеру, вам подгружается какой-нибудь документ, ну, видите, в обход обычной сотовой связи, технологии мобильной связи, вот, такая вот технология тоже интересная была, по сути своей, да, архаичная, но имевшая шанс на какой-то короткий успех, вот. И это все, естественно, делалось с фанатиками. Да, это было все фанатиками сделано, людьми, которые как раз являлись в чем-то первопроходцами распространения информации, да, идеи беспроводной сети, еще раз, на 80-е годы, друзья мои. Незадолго до этого, да, в прошлом десятилетии появляются первые модели сотовых телефонов только-только, а тут уже хотят передавать информацию без провода и вот как раз ориентированную на пользование персональными компьютерами, вот. Наши ребята, которые подняли руки, хотели... Да, давайте их тоже выслушаем, да, что хотели сказать о них? Александр? А я хотел сказать, что у меня вот, да, в детстве тоже был компьютер, ZX Spectrum, вы наверняка о нем слышали, наверняка его знаете, вот изобретатель Clive Singer, как раз британский изобретатель, британский компьютер, вот. И был у меня, ну, точнее, есть дядя радиолюбитель, и вот мы как-то обменялись как раз по радиоволнам, ну, то есть приняли на кассету игру для Spectrum, вот, до сих пор эта кассета где-то хранится, то есть был такой опыт, о котором вы только что рассказали. Вы видите, мы застали живого участника подобного, ну, уже не эксперимента, но воспроизведения этой технологии, и это ценно, это очень круто. Так, кто еще хочет высказаться, друзья мои? Александр? Да, мне, да? Ну, да, да, у вас. Я вот хотел свою мысль сказать, но сначала я хотел спросить у Виктора, вот у вас был ZX Spectrum, а у вас были какие-нибудь другие компьютеры этого времени в духе, не знаю, Commodore 64? Commodore не было, у меня был RK86, это такая русская модель, вот, на 585 процессоре, то есть Commodore, Atari, там, и так далее, у меня не было, к сожалению, а может, к счастью. Ну, просто я помню, ZX Spectrum был не единственным, который на кассетах работал. Не единственным, точно не единственным, но вот, да, был. Наш папа собирали такие штуки, отдельно клавиатура, отдельно телевизор, отдельно вот эта вот кассета грузится, джойстик, это вообще было суперкруто, если тебе купили джойстик, и ты можешь еще ходить по этим играм. Блин. Ребят, вот я вам даже такую немножечко потаенную часть твоей души открою, вот до того это было такое вот родное, что, ну вот, раз в год точно прослушаю вот эти вот, наверное, помните, с кассет, которые мелодии шли, звуки такие, когда игра загружается. Вот. Сейчас в интернете этого полно, и так вот сидишь иногда и слушаешь. Да, да, коллеги, у нас, верно, это очень интересно, здорово, что у нас такое общение налаживается, да, но мы немножко от темы уходим. Дарья, вы что-то тоже хотели в эту тему прокомментировать? Да, вот помимо эко-порта и блютуса, мне единственное, что пришло в голову, как гуманитарю, это технологии мобильного интернета, но я так понимаю, что по исторической хронологии это уже было позже, и, соответственно, это 2G, 3G, 4G и 5G. Это единственное, что мне пришло в голову. 2,5G еще бы выделяли, да, отдельно, а GPRS 2,5G. Да, это тоже хороший пример, очень здорово, что у нас и интернет вещей сегодня был упомянут в части, там, ZigBee и ZeeWay. Вот, так что это прям здорово, мне очень радостно слышать, что ребята при подготовке на домашнее задание в том числе уже как-то изучили эту тематику более подробно. Да, так, у нас все высказывались. Никита что-то думал рукой, да? Да, у меня больше вопрос. Вот когда был разговор уже передачи интернета, то есть за рубеж, да, в Великобритании и Норвегии, там, в этих странах, какие регуляторные органы занимались вот именно данной темой, да? Я, возможно, могу предположить, что в Великобритании, наверное, центр правительственной связи, и если да, то занимаются ли он этим до сих пор, и в Норвегии тогда, если известно, кто этим занимался. К сожалению, вот так сходу я сказать, на этот вопрос ответить не могу, но дело все в том, что на тот момент, конечно, интерес к данным технологиям был не гражданского, скорее, характера, а, опять-таки, научно-военного, и поэтому в регулировании данной технологии, да, в принципе, взаимодействие между США, так называемые особые трансатлантические отношения, могли участвовать не только гражданские службы правительственные, но и в том числе и военные ведомства. Вот это будет отдельным, на самом деле, вопросом интересным для изучения, возможно, для кого-нибудь из моих дипломников в ближайшее время. Да, я правильно выразился, что не реабилитационный механизм, ну, орган, да, а вот именно вот какой-то орган, который непосредственно этим занимался, то есть с адаприцией связи, если не ошибаюсь, он как раз к силовым структурам относится, и поэтому стало интересно. Возможно, возможно, да, но я думаю, что все равно основную долю, скажем так, обслуживания, регулирования, правового взаимодействия с той стороной, те же самые аналоги Министерства связи. Тем более надо понимать, что в любой стране, в любой период времени Министерство связи – это всегда одной стороной, одним глазом смотрит на гражданское население, а другой всегда обслуживает, скажем так, государственные стратегические интересы. Так что одно другого не исключает. У нас вот в чате как раз-таки вот уже небольшая дискуссия, что право, вот Елена замечает, что право вторичное, действительно, за экономикой. Должно отметить, что экономика Норвегии достаточно развитая, думаю, что это как раз связанные моменты. И еще у нас Виктория замечает, что также клиническое сообщество, конечно, влияет на такие аспекты, и вот отмечает опыт Японии, где в институтах работники, собственно, активно занимались такой тематикой. Друзья, ну, в принципе, опять-таки, вы люди все взрослые, подкованные, вы прекрасно понимаете, что технология, которая получила успех, она получает зачастую его из-за того, что в нее вкладываются деньги, от нее ожидается какой-то обратный эффект, обратный профит. И, естественно, скажем так, в государствах, которые направлены на развитие коммерчески направленных технологий, это все будет развиваться гораздо быстрее. Я хочу один просто пример, который, ну, я его люблю, опять-таки, университет связи, это развитие телевидения, да, где было, где, в принципе, была придумана и реализована на раннем этапе концепция передачи изображения на расстояние. Кто может сказать? В СССР. Не в СССР, а в Российской империи. В Российской империи. Тут маленькое, да, маленькое, но. Борис Розинг в Санкт-Петербурге как раз-таки в лаборатории передал буквально из одной лаборатории в другую. В Кронштадт? Что-что? В Кронштадт же там. Нет, по-моему, они на территории Мойки. Или Кронштадт, кстати. Хорошо. Так вот, я из Питера, и мы в Кронштадте недавно были. Хорошо. И был вопрос, типа, кто все-таки из Кронштадта в Питер передавал или из Питера в Кронштадт? Вот прямо в Кронштадте все, была лаборатория, был отдельный остров. Как форт. Собственно, да. Из форта. Идея в чем? Да, придумали. Концепцию реализовали. Правда, там всего было парочка полосочек изображения, но, как говорится, что хотели передать, то и передали, получилось, дальше надо развивать. Но все это было под эгидой, естественно, правительственной. И развить концепцию не смогли. Прошла революция, определенные социальные процессы ускорились, другие процессы, наоборот, замедлились. Естественно, советская власть не нашла. Поначалу применение, точнее, не стала развивать идею телевидения. Им достаточно было радио, которое функции пропагандистские вполне себе закрывало, перекрывало. Хотя, представьте, сколько было потенциала. Ну, это мы сейчас так думаем, видим, понимаем. Сколько было потенциала в той же самой пропаганде для телевидения, честно говоря. Но ученик Розинга, Зворыкин, уезжает в Соединенные Штаты Америки, остается там и предлагает концепцию телевидения уже коммерческим кругам США. Как раз выходцам из Российской империи, которые к тому времени налаживают бизнес околокинематографический, околорекламный, чистые империалисты-капиталисты, которые поначалу и сами немножечко не так эту технологию восприняли. Они стали в нее вкладываться, но под эгидой того, что через нее можно показывать рекламу, к примеру. Вот то, что мы сейчас видим, виды Нью-Йорка, где все затыкано мониторами, через которые крутится реклама, реклама, реклама. Вот что-то такое у них было в голове. И то концепция была не до конца сформированная, но они дали деньги, потому что увидели в этом обратный потенциал того, что это привлечет новые средства. А в итоге это переросло в совершенно другую концепцию. Регулярные эфиры, показ кино, развлекательных программ. То, что на себя в 20-е годы забирало радио, те же самые радиопостановки, радиоспектакли, у них почву из-под ног в США, в Советском Союзе еще долго радиоспектакли будут существовать, в США почва из-под ног частично у кинематографа, частично у радиоэфиров выбивает телевидение, которое начиналось всего с парочки полосок переданного изображения в стране, которая не смогла этой идеей воспользоваться, реализовать и в стране, которая смогла, да, и увидела в ней потенциал. Вот это как раз-таки история развития технологий. Да? Анатолий Иванович. Ну, в принципе, уже у нас, спасибо, что дали слово, в принципе, у нас уже, так сказать, к концу идет эта лекция. Я просто хотел обратить внимание всех участников, что вот Артем рассказал такую глобальную историю интернета, в основном то, что происходило как бы за рубежом и то, что пришло к нам потом. Вот. Но еще очень интересна была технология развития российского интернета. Могу сказать, что я, в общем-то, с самого начала ее наблюдал, с 89-го года практически. Но, тем не менее, есть очень интересный материал, на который я хотел обратить ваше внимание. Был такой фильм Андрея Лошака, который назывался Халива. Вот найдите его в сети, посмотрите. Он длинный, там, по-моему, 7 или 8 серий, то есть это там 10-часовое зрелище, но его очень прикольно наблюдать, хотя, в общем, история изложена немножко тенденциозно и своеобразно, но все равно интересно познакомиться с историей именно развития интернета в России, начиная от первых возможностей соединения между компьютерами, как вот было и значит сначала в Америке, до мощных медиаимперий, которые в конце концов пришли на российский рынок. Вот обращаю вас на это внимание ваше. Спасибо. Да, я ребятам направляла ссылочку и еще такой развлекательный подкаст про историю российского интернета есть ВКонтакте, просто, может быть, чтобы, не знаю, проводить время в метро или где-нибудь еще и тоже, может быть, послушать какие-то размышления по хронологии именно российской части интернета и ее истории. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова